Пропорциональное деление Пропорциональное деление вида нахождения неизвестного по двум суммам. Начнём с загадки. Две сестрицы друг за другом пробегают круг за кругом. Коротышка только раз, та, что выше, каждый час. Верно, стрелки часов. Зачем нам нужны часы? Правильно, чтобы измерять короткие промежутки времени. А знаете ли вы, что одни из первых часов – это водяные часы? Греки называли их Клепсидрой – похитительницей воды. Знаменитый философ Платон построил Клепсидру, которая в определенный час созывала учеников на занятия, издавая звон. Так появился первый школьный звонок. Назовите единицы времени. Верно. Секунда, минута, час, неделя, месяц, год, век. Предлагаю устно поупражняться сложение и вычитание единиц времени. Увеличьте 17 часов 28 минут на 11 часов 10 минут. Получим 28 часов 38 минут. 28 часов 38 минут переведите в минуты. Проверим. 1718 минут. 52 часа увеличьте на 95 часов. Получим 147 часов. 147 часов переведите в сутки и часы. 6 суток 3 часа. Кто справился без ошибок – молодцы. Кто допустил одну или две ошибки – поработайте с единицами времени. На прошлом уроке мы познакомились с задачами на пропорциональное деление способом приведения к единице. Сегодня мы продолжим анализировать и решать задачи на пропорциональное деление вида нахождения по двум суммам. Разберем задачу. Чтобы собрать урожай, дачник купил 6 новых ящиков под яблоки и 4 таких же ящика под груши. За все ящики он заплатил 5000 тенге. Узнайте стоимость 6 ящиков 4 ящиков. Составим таблицу. Чтобы найти стоимость 6 ящиков и 4 ящиков, надо узнать, сколько всего ящиков купили. Первым действием мы к 6 прибавляем 4. Получим 10 ящиков всего купили. Вторым действием узнаем, сколько стоит 1 ящик. Чтобы узнать его цену, нужно стоимость разделить на количество. 5000 делим на 10, получаем 500 тенге, стоимость одного ящика. Третьим действием мы узнаем стоимость 6 ящиков. Чтобы найти стоимость, нужно цену умножить на количество. 500 умножим на 6, получим 3000 тенге, стоят 6 ящиков. Четвертым действием мы узнаем стоимость 4 ящиков. Чтобы найти стоимость, нужно цену умножить на количество. 500 умножим на 4, получим 2000 тенге, стоят 4 ящика. Можно выполнить простую проверку. К цене 6 ящиков 3000 тенге. Прибавим цену 4 ящиков 2000 тенге. Получим стоимость 10 ящиков. Запишем ответ. 3000 тенге стоят 6 ящиков. 2000 тенге стоят 4 ящика. Попробуйте самостоятельно решить подобную задачу. Два куска одинаковой ткани стоят 8100 тенге. В одном из них 5 метров, а в другом 4 метра. Сколько стоит каждый кусок ткани? Проверим решение задачи. Первым действием узнаем, сколько всего купили ткани. К 5 прибавим 4, получим 9 метров ткани. Вторым действием найдем цену 1 метра. 8100 разделить на 9, получим 900 тенге. Стоимость 1 метра ткани. Третьим действием посчитаем, сколько стоит первый кусок ткани. 900 умножим на 5, получим 4500 тенге. Стоимость первого куска. Четвертым действием посчитаем, сколько стоит второй кусок ткани. 900 умножим на 4, получим 3600 тенге. Стоимость второго куска ткани. Проверьте правильность решения. Сложите стоимость двух кусков ткани. К числу 4500 прибавим 3600. Получим 8100 тенге. Запишем ответ. 4500 тенге заплатили за первый кусок ткани. 3600 тенге заплатили за второй кусок ткани. Ребята, научившись решать задачи на пропорциональное деление, вы сможете применять свои знания на уроках математики или в жизненной ситуации, где необходимо найти общую массу, количество предметов или массу в одной единице измерения. Наш урок заканчивается. Оцените себя по лесенке успеха. До скорой встречи, ребята, на уроках математики. Редактор субтитров А.Семкин